Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает. Первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина. Это программа «Лучшее в стране». Здесь только лучшие из лучших. С огромным удовольствием, с большим счастьем, представляю сегодняшнюю свою очаровательную гостью. У нас в гостях галерист, коллекционер современного искусства Полина Аскери-Белоцерковская. Полин, здравствуй, дорогая. Здравствуй. Ну, конечно, твои поклонники сейчас кричат и говорят о том, она же еще и топ-модель, она же еще и блистательная телеведущая и так далее и тому подобное. Это в прошлом. Да, во-первых, очень рада тебя видеть. Спасибо за нашу встречу. Мы, конечно, поговорим о твоем таком разностороннем таланте, о твоих успехах больших. Но, конечно, главная тема нашей с тобой встречи – это современное искусство. Правильно, потому что только что закончилась Космоску, ярмарка современного искусства, и вся Москва гудит что-что-что-куда, поэтому с удовольствием поделюсь. Ну, и у вас была тоже, у всей команды, твоей галереи, а скорее говоря, серьезная подготовка. Ты выкладывала в соцсетях многочасовые какие-то сидения на полу, что-то там измерение. Если бы это было сидение, это было просто, знаешь, верчение, кучение, скачение. И скачки, в общем, все было. Да, мы 14 часов монтировали наш стенд, и в итоге мы его сделали. Он получился таким, на мой взгляд, воздушным и красивым, что я довольна, конечно, осталась. Очень красивый этот голубой тон, да, выбран. Ты благодарила свою сестру Ангелину за то, что ее беру, это все очень качественно. Да, и очень невероятно, стильно все сделано. Ну, это не первое участие в ярмарке Космоскул твоей... Который раз вы уже? Третий раз. Третий раз мы уже участвуем, хотя галереи всего три с половиной года. И так получилось, когда мы только открылись, я прям сразу же хотела уже участвовать. Первый год мне не дали, и вот спустя... А что не дали? Сказали, надо подрасти вам, Алина Саша, галереи? Ну, вообще, изначально можно участвовать галереям в ярмарках международных только по достижению двухлетнего возраста. Да что ты говоришь. А мы были одной из первых галерей, которая даже раньше начала участвовать. Порушили все рамки вообще общепринятые. Я вообще рамки не люблю, правила, законы, они придуманы для того, чтобы их чуть-чуть нарушать и перестраивать. Ну, возможно, именно и поэтому тоже у тебя все очень успешно так складывается. Ну, скажи, хорошо, вот с шестого по восьмое у людей была возможность посмотреть на стенд твоей галереи. Какой итог, какой вывод, что положительного? Вывод, что большое количество людей, ярких, молодых, разных абсолютно, они приходят на космоску, приходят в гостиный двор и смотрят на современное искусство. Кому-то это нравится, кого-то это удивляет, кого-то это раздражает. Но при этом равнодушных людей я не встретила ни одного человека. Все хотели обсудить что-то, у каждого было какое-то свое мнение. И ты знаешь, это так важно, потому что, когда люди равнодушные, ты с ними ничего не можешь делать. А когда есть вот этот up and down, неважно, позитивная эмоция, негативная, тут ты можешь как-то работать с этим и обсуждать какие-то вопросы. И может быть даже переубедить человека, да, постараться. Рассказать, ты знаешь, самое важное это именно рассказать, объяснить, почему. И окунуть человеку вот в этот мир искусства, интересный, яркий, но непонятный. И когда человек там оказывается, может быть вначале это какой-то стресс, да, может быть вначале это непонимание. Но потом это такая буря эмоций, что в принципе все, с кем я знакома, и те люди, которые ко мне подходили на ярмарки, они все благодарили, они говорили спасибо вам, спасибо за то, что вы это делаете. Спасибо, что вы как раз вот со стороны человека такого вроде близкого нам по духу рассказываете это, и нам не страшно, и мы вдруг... На понятном нам языке. Да. Ведь на самом деле, наверное, ну ты одна из немногих, кто понимает, что современное искусство, оно не всем понятно далеко, да, в нашей стране. Как-то ты, мне очень понравилось, как ты в одном интервью сказала, что представить, представили людям современное искусство, но совершенно не объяснили, как его воспринимать, как к нему относиться. Отсюда огромное количество каких-то негативных абсолютно взглядов и отзывов. И получается, ты перед собой, конечно, ставишь такую глобальную миссию, все-таки раскрыть нам всем пошире глазки и показать. Я сама раскрываю эти глаза. Каждый день я учусь чему-то новому вместе со своими художниками, вместе со своими кураторами, вместе с людьми из мира искусства, и это так увлекательно. Честно говоря, я даже не думала, что я настолько погружусь в эту историю, открывая галерею, и сейчас я просто получаю массу удовольствия каждый день, общаясь с людьми, каждый день им что-то рассказывая, показывая. И тоже, честно говоря, учусь каждый день чему-то новому. Сколько работ представила галерея на ярмарке? 13 работ. Вместо 10, по-моему, необходимых, да? Да нет, на самом деле там нет такого ограничения. Есть ограничения по количеству художников. Обычно это два либо три художника в галереи. Если мы не говорим про секцию дизайн, где, конечно же, представлено большое количество разной мебели, разных художников, поэтому это несколько другое. Если говорить про арт, то это два-три художника. У нас первые два раза, когда мы участвовали в Космос, мы всегда представляли стенд с двумя художниками. В этом году это было три художника. И я, честно говоря, понимаю, что это было правильное решение. Потому что они друг друга дополнили настолько, что каждая линия работы Ромена Фраке дополняла работы русского скульптора Даниэля Зак. И при этом он идеально смотрелся с работой Кван Йон Чана, которая была своего рода вишенкой на торте нашего стенда. И вот мне даже сегодня ребята сказали, что они посмотрели в Инстаграме самое наибольшее количество сториз и публикаций именно с работой Кван Йон Чана было с хэштегом «Космоска». Это такое счастье большое увидеть вот напротив себя человека настолько влюбленного в свое детище, в свое дело, главное. Это очень редко. Ты знаешь, я в этот момент так же смотрю на тебя и понимаю, что это не только я такая. Честно хочу сказать, мне кажется, художникам и скульпторам, которые сотрудничают с тобой из галереи, ему невероятно повезло. Потому что, ну понятно, там, наверное, и бизнес тоже все существует, но когда к тебе еще есть такой какой-то любовью и обожанием относятся, это тоже большая редкость. Скажи, пожалуйста, в прошлом году на «Космоске» были представлены другие художники галереи, да? Каждый раз обязательно должны быть разные. Нет, я просто не хочу повторяться. Понятно, что, может, через какой-то период я заново вернусь к работам, например, всемирно известного корейца тоже Джей Йон Кима. Вот эти вот пончики, которые мы показывали в первый раз керамические, они имели просто колоссальный успех на ярмарке. И, скорее всего, наверное, я их покажу в скором времени еще раз. Но мне бы хотелось сейчас осветить работу всех своих художников и не повторяться пока в первый промежуток времени. Мы обязательно посмотрим фотографии. Они как раз сейчас у нас на производстве готовятся к тому, чтобы их транслировали. И увидим этот замечательный стенд, который наблюдали 6 по 8 сентября, как раз вот минувшие выходные, все посетители гостиного двора. Но сейчас давай тогда поговорим о твоих художниках. Вот ты говоришь, все мои художники, которые в галерее. Сколько их на сегодняшний день? На сегодняшний день их порядка 12 человек. Немножко мы сейчас вынуждены, к сожалению, расстаться будем с парой художников, потому что я просто уже не справляюсь с объемом работы. Я понимаю, что я для каждого художника подготавливаю персональные выставки ежегодные, делаю музейные проекты, вожу их на международные ярмарки, потому что это не только участие в Космоску, это участие в России. Есть еще ярмарка современного искусства «Дамоску». Первый раз она в этом году проходила в мае месяце. Плюс мы участвуем в Скопо, в Нью-Йорке и в Майами. Плюс мы участвуем в шанхайской ярмарке современного искусства «Зиротвэнтиван». То есть это прямо такой объем работы. Я понимаю, что с парой художников мне придется расстаться, и они, к сожалению, оказались не готовы к такой активной работе, потому что мне нужен материал, с которым я буду работать. Ну, в общем, да, тут ничего личного. Абсолютно. Нет, мы при этом расстаемся в прекрасных отношениях. И я вообще такой человек. Я люблю, когда все хорошо складывается, позитивно. Я, в принципе, не люблю вот этот «дарк сайт» ходить, где какой-то негатив, все ссорятся. То есть я могу нарычать, но негатив. Я думаю, что в любом случае вы были определенное время полезны друг другу, и, конечно, что-то эти художники, ребята, дали тебе, а ты, соответственно, в своей галерее помогла им невероятно. Не помню уже точно когда, но ты вот говорила о своем проекте, о своей галерее, что амбициозные планы, и это не просто галерея, это в конечном итоге должен стать продюсерский центр получиться. Ну, лейбл, можно, наверное, так сказать, современным языком говоря. Так и есть. Скажи, уже вот в этом направлении что-то выстраивается такое? Да, но вот как я только что сказала ранее, мы не работаем, я не дилер, я не беру работу и просто продаю ее. Каждый раз, когда я начинаю работать с художником, мы окружаем его полностью заботой, мы курируем, кураторы галереи просматривают его работы, дают какие-то рекомендации, в каком направлении идти. Пишут прям глубокие, интересные тексты про эту работу, подсказывают ему какую-то концепцию, если он теряется, потому что иногда художники, они визуальную картинку делают, создают просто замечательную, а при этом на словах они не могут объяснить, что они имели этим в виду, или они могут как-то это сказать, но это будет... Неинтересно или непонятно никому. Я их как человек из мира искусства понимаю, но, например, обычный человек, который вообще далек от этого, он не поймет, что это такое концепция. И чаще всего, наверное, эта фраза «Я художник, я так вижу», и все. Как хочешь, так и понимай. Поэтому, конечно, безусловно, это работа целой команды, и мы берем художника и уже как такого маленького бэйбика окружаем его заботой, помогаем ему расти, делать для кого-то это первые шаги, для кого-то, как, например, Даниэль Зак, наш российский скульптор, который в свое время уехал жить в Вену, учиться в университете, там четыре года отучился под руководством Захи Хадид в университете. Дальше она его забрала как главного ученика к себе в архитектурное бюро в Лондоне. А он сбежал к тебе? Он не сбежал, нет, он не сбежал. Ты знаешь, он в какой-то момент, проработав год уже в Лондоне у Захи Хадид, под ее руководством, он понял, что он готов делать что-то свое, и он хочет вернуться в страну, и вот это вот знание, которые эти полученные, да, там, он хочет их дальше передавать. Он вернулся в Россию, что, на мой взгляд, очень ценно, потому что очень многие люди уезжают уже с концами. Он вернулся, он сейчас преподает в Британке фулл-тайм-джоп при этом, и параллельно делает проект вот эти потрясающие скульптуры, которые мы, конечно же, позже сможем увидеть на фотографии. Да, да, да. Ну скажи, как получилось вот в случае с ним? Это он постучался в галерею Аскери? Или Полина Аскери позвонила и сказала, дорогой мой, приходи, Даниэль. Ты знаешь, он стучался, честно говоря, он стучался практически год в наши двери. Я так аккуратненько смотрела, думаю, так, вроде неплохой художник, надо съездить к нему на студию, посмотреть вообще вживую материал, потому что по фото выглядит красиво. Есть немножко отсыл такой, прям видно, читается влияние Захи ходит, читается влияние великого скульптора Тони Крэга. Думаю, ну, материал хороший, работать есть чем. Но так как я постоянно летала по всему миру, по всем ярмаркам международным, разные музейные какие-то проекты у нас были, галерея просто вот так вот работала. Мне вечно было некогда, я думаю, так, ну как-то как-то. И он там раз пять постучался, очень активно, кстати. Это его большой плюс, что он верил в нас. Да. И что мы действительно похожи друг на друга. И в какой-то момент я вот нашла время, приехала к нему на студию, поняла, что да, там есть чем работать. Качество работ просто не сравнится с большинством работ российских художников. Качество абсолютно европейское. Уровень этих работ, ну, действительно очень высокий. Я поняла, что надо брать. И потом уже, когда мы стали с ним работать, а на данный момент мы работаем всего полгода, когда мы его презентовали впервые на «Дамоскоу», сейчас показали на «Космоскоу», к нам стали подходить большое количество разных людей, кураторов разных, галеристов в том числе, и говорили, а мы помним этого художника, он в прошлом году нам писал письма. А вот мы как-то... Проглядели его. Да, да, да. Инткинады же, вот как-то это умудрилось, выцепило действительно, вот такой прогресс за это время. Ну, вот мы как-то сложились, и мы теперь единая команда. Даниэль был все эти дни на ярмарке, на стенде, мы знакомили его с людьми, и люди просто в таком, знаешь, они подходят такие, из художника есть, и можно с ним поговорить, и он нам расскажет, что он, почему вот эти вот линии, как это вообще он все создавал. Я говорю, конечно, вы должны, вы просто получите колоссальное удовольствие от общения с автором. И люди просто подходили ко мне, ее потом благодарили, то есть, ну, в инстаграме писали, да, это... Полина, скажи, пожалуйста, насколько важно вот в твоей работе, в работе галереи человеческие качества того или иного художника, с которым вы начинаете сотрудничать? Может быть, вот он невероятно талантливый, но по характеру явно, как бы, ну, все понимают, что имеется в виду, да? Да, к сожалению, я опять же говорила ранее, у нас есть пара художников, с которыми нам придется расстаться, это один художник есть, который невероятно талантливый парень, просто замечательный художник, но человеческие качества оказались несовместимы с моим видением мира. Я не могу сказать, что он плохой парень. Да, ну, просто другой. Мы разные, мы разные, и я понимаю, что мне это не подходит больше, мы отработали с ним два года, это были прекрасные два года сотрудничества, очень плодотворные, но время расставаться, и, к сожалению, это жизнь, так бывает, и так бывает и в личной жизни, очень у многих людей, так бывает и в работе, Да, абсолютно, вообще, ничего страшного в этом, да, согласна. Просто надо вовремя понять, чтобы не пачкать себя какой-нибудь негативной энергией, не думать о том, что, ага, вот он подлец, зачем, зачем думать о человеке плохо, если он что-то плохо сделал в отношении к тебе. И уж тем более портить ему дальнейшую карьеру, да, в звании всех друзей-галеристов и сказать, ты знаешь, с ним не надо вообще. Я не про это, нет, я думаю, что каждый галерист делает выбор в пользу тех или иных авторов по своему усмотрению, поэтому я никогда никому не буду говорить, не говорила, ой, вот этот человек такой плохой, редиска, нет, не надо с ним работать. Каждый должен составить свое мнение. У меня не получилось, мне это не подошло. Двигаемся дальше, движемся, идем. Так, ну что, у нас сейчас есть возможность посмотреть фотографии, скажите мне, пожалуйста, тогда внимание на экраны, Полина, тебя буду просить, конечно, комментировать, да, и рассказывать, что мы видим сейчас на экране. Работы скульптора Даниэль Зак, тот самый, про кого я рассказывала ранее. Даниэль необыкновенный молодец, а также мы уже видим все три работы вместе, Ромэн Фраке, его живописи, графика, французский художник, стрит-арт, 100 самых лучших художников мира в стрит-арте входит. Справа графика, слева на стенде его живопись, скульптуры, русский художник, моя гордость, Даниэль Зак, и, конечно, центральная работа, вот эта вот голубая работа, это корейский, мировой, всемирно известный художник. Вот, кстати, очень любопытно, я понимаю теперь тех людей, которые подходили к Даниэлю и просили все-таки рассказать, что он этой скульптурой хотел сказать. Я бы, наверное, тоже задала этот вопрос. Мне что, похоже? Расскажи мне, какие у тебя впечатления? Ой, сложно сказать, ну что это, правда, не знаю. Природная немножко. Нет, вот тебе не кажется, вот знаешь, Даниэль работает, скалистая история какая-то, да. Он работает с компьютерными технологиями, изначально он также решил изучить программирование работы у Захи Хадид в архитектурном бюро, и он простраивает программу, которая позволяет всего там за очень короткий промежуток времени сделать и скульптуру именно в компьютерной версии, которая, там, камень, например, который обтесывался бы ветрами просто миллионы лет, и вот за счет этих ветров влияния погодных каких-то условий, воды, он бы превратился вот в такую историю. Даниэль это создает за несколько, там, дней всего, эту программу, и дальше вручную, конечно, это все выводится, создается уже какая-то именно материальная история. Изначально это программа, ну, конечно же, это про природу, про эти дюны песочные, про какие-то скалистые породы, которые вот вымываются, это про это. А что касается приобретения, вот если кому-то вдруг очень эта история близка, во-первых, человек любит там безумную природу и скалы, и все это очень заинтересовывает, это уже можно прийти в галерею непосредственно и вести переговоры. Да, даже на ярмарке, почему это называется ярмарка, а не выставка? Ярмарка – это ярмарка продажа. Всегда неважно из современного искусства, ярмарка меда. Да. Не знаю, да? Ну, август же, да, медовый спас был. Вот. Какая я старомодная. Ну, что ты, нет, ты просто помнишь и знаешь. Да, я мед люблю. Наши традиции обычные, да. Вот, соответственно, да, любой человек может прийти на эту ярмарку, и, в принципе, все, что ему понравится, он может купить, если это уже не было продано. Вот. В случае работ с Даниэлем, мы уже продали одну работу, она стоит, есть такое место в Москве, где вот башня федерации, и она стоит в офисе одного из владельцев башни федерации, и это так красиво, потому что она такая очень современная вся, и у него офис такой стильный, современный, и когда приехала на установку, я, честно говоря, радовалась, потому что это так приятно, когда человек действительно сто процентов выбирает себе верно произведение искусства, которое идеально вписывается и в интерьер, и дополняет его, и создает вот это вот пространство, наполненное этой позитивной энергией. Я, кстати, вот из твоего тоже интервью узнала о том, что, оказывается, бывают случаи возврата, да, когда неудачно был сделан выбор, то есть в галерее или на ярмарке люди смотрят одними глазами на эту работу, а непосредственно уже в пространстве, в том, для которого приобрелась эта работа, оно либо теряется, либо, наоборот, съедает это самое пространство. Скажи, часто такие случаи? Наверное, бывает, честно говоря, у меня ни разу, но не из галереи, а скорее. Нет, у меня ни разу такого не было, но я еще такой, скажем так, я плохой продавец, потому что мне главное не продать человеку неважно что, да, а мне главное, чтобы человек купил то, что ему нравится, и то, что его потом будет в будущем очень сильно радовать. И, соответственно, когда ко мне приходят клиенты и говорят, все, мы покупаем эту работу, мы ее продаем, если я уверена, сто процентов. Плюс я еще периодически выбираю коллекционеров. Например, я не каждому человеку продаю. То есть можешь отказать человеку? Да, у нас были случаи, когда я отказывала в продаже тех или иных предметов искусства людям, вот, но самое классное, у нас есть функция примерки, потому что, действительно, ты абсолютно правильно сказала, когда работа висит на ярмарке, на белой стене или в галерее, на той же белой стене, вот это пространство white cube, оно тебе не дает полного понимания, как картина или скульптура будет жить в твоем доме, потому что очень редко, когда квартиры бывают с белыми стенами. Обычно это либо кремовые стены, это точно живое какое-то пространство, это не white cube. И, соответственно, у нас есть такая функция, как опция, как примерка. У нас человек говорит, вот мне нравится вот эта вот картина, вот эти вот эти скульптуры, набираем газель, везем клиенту и просто смотрим, что идеально подходит. у нас еще не было ни одной примерки, чтобы ни одна работа не подошла и возвратов тоже не было. У нас один раз была история, когда работы Дарьи Котлеровой, русской художницы, была куплена на выставке прямо, и потом клиентка мне такая писала, говорит, знаешь, у меня вроде дизайнеры, они хотят мураками повесить вот в детскую, а не мишку Дарьи Котлеровой. Я говорю, ну хорошо, у меня есть там еще два клиента, которым очень понравилась эта картина, мы ее разбираем. И она говорит, нет, я ее не отдам. Я лучше уволю дизайнера. И она говорит, я ее не отдам. И это было так забавно, потому что, с одной стороны, она говорит, ну дизайнер хочет там мураками, все-таки известный художник мировой, а тут русский художник, разный все-таки уровень. И она говорит, вот дизайнер хочет. Я говорю, не вопрос, еще люди ждут. Она говорит, нет, нет, я отдам, все. Вообще Мишка оказался все-таки в той самой детской комнате, где изначально радуют дети счастливы, потому что Медведь просто замечательный. У нас сейчас небольшая пауза музыкальная, друзья, обязательно оставайтесь с нами, после чего вернемся в студию. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа, у нас сегодня в гостях, друзья, галерист, коллекционер современного искусства Полина Аскерибела-Цирковская. Мы разговариваем о современном искусстве, мы, конечно, говорим о галерее, Аскери. Полин, ты в своем интервью в одном, как ты сказала, что галереи на сегодняшний день это только место, где можно посмотреть, приобрести что-то из современного искусства. Это еще непременно место для какого-то общения, непременно клуб по интересам. Насколько в этом смысле жизнь галереи Аскери насыщена? Аскери Галерея очень активная галерея. Молодая, яркая и активная. И у нас происходит большое количество разных историй, начинает открытие выставок персональных художникам. Мы также делаем музейные проекты. Уже осуществили два проекта с Музеем современного искусства МОМА с Васей Церетели, под руководством Васи Церетели. И параллельно еще делаем какие-то лекции, встречи с художниками. То есть у меня, например, мои клиенты, друзья, они очень любят приходить в галереи. Он такой маленький между собой чек-чаепитие с какими-то вкусностями. И при этом общение с художником. Когда художник, там всего человек 20 людей в галерее, и художник рассказывает о своем видении, о каких-то своих историях с ним произошедших, и что его побудило создать тот или иной предмет искусства. И это всегда очень увлекательно, потому что всем важно общение. Сейчас особенно, когда все в интернете, когда все в каких-то этих гаджетах сидят и перестали практически общаться. Не как в нашем детстве. Ты захотел кого-то увидеть, ты даже не звонишь, ты выбежал на улицу, побежал в дверь, позвонил соседу. Пойдем гулять. И идешь. Сейчас ты в WhatsApp даже не звонил. Что-то прокомментировал, лайк поставил. И побежал дальше по своим делам. Да, ты в жизни человека. То есть я, например, на ярмарке вчера встретила девочек, которых я не видела пять лет. Мы, правда, уже 19 лет знакомые. И они говорят, Полина, ты такая молодец, делаешь что-то, то-то, то-то. Я говорю, да, а вы такие молодцы, агентство открыли. Они говорят, да, ты видишь? Я говорю, я так же, как и вы, слежу за вами в Инстаграме. И все, вот оно общение. То есть мы пять лет не общались, но мы в курсе того, что происходит друг у друга. Поэтому, конечно, очень важно в эти дни вот это вот персональное общение, живое, человеческое, с этим теплом, с этими эмоциями. Конечно, да. И почувствовать, в общем-то, даже энергию какую-то, да, человека, близок он тебе или нет. Потому что зачастую даже меняется твой взгляд на творчество того или иного художника или человека. Либо происходит отторжение, либо наоборот, ты начинаешь еще глубже и внимательнее всматриваться в ту или иную работу. Давай мы посмотрим сейчас видео. Глеб Скубачевский, расскажи нам, пожалуйста, об этом таланте. Глеб, один из моих самых любимых художников, он ученик Айдана Салаховой, а я с ней очень нежно дружу и обожаю ее, честно говоря, потому что я считаю, что это одна из самых ярких женщин в России, в мире искусства и то, сколько она сделала для мира искусства в нашей стране таких людей очень мало. И она была его учителем и также выставляла его в своей галереи. Когда еще у меня не было галереи, лет шесть назад я появилась на винзаводе у нее, на студии, увидела его работы и думала, какая классная работа и купила себе домой. То есть так у меня появилась коллекция одна из его работ. И потом постепенно, когда Айдан закрыла свою галерею, а я наоборот открыла свою Аскери Галерею, так получилось, что я говорю, Глеб, ну пойдем ко мне в галерею. Он еще, честно говоря, год думал, боялся, потому что первый год, когда человек открывает галерею, тем более не из мира искусства, он пережал, он говорит, я не уверен, мне все говорят, что ты вот сейчас год поиграешься и закроешь. Я говорю, ну посмотрим. тогда ты пока слушай остальных, а мы будем работать. Тем более, что он за этот год был в другой галерее, и насколько мне известно, за год работы с этой галереей они продали всего две его работы, и, конечно же, на эти деньги существовать нельзя, и просто, ну это совсем другие объемы. И когда в итоге он пришел ко мне, и мы стали его продавать, и продавать достаточно в больших объемах. И это уже не две работы, и чуть больше. Да, 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 это уже даже не 20 работ, вот, честно говоря, за полтора года нашего сотрудничества. И мы сделали ему участие в Космосков в прошлом году. И одна из его работ огромнейшая такая скульптура ярко-розовая уехала у нас вообще во Францию жить на Лазурном берегу. Теперь она в Виле стоит, радует. У меня даже недавно товарищ случайным, с течением обстоятельств был в этом доме, и говорит, я там видела работу твоего художника. Я говорю, да, ту самую, которая на Космосков была в прошлом году. Он говорит, да, говорит, как классно. И это так приятно. Ну да, конечно. Ну давайте скорее смотреть тогда Глеб Скобачевский. Да, это вот наша галерея. Она маленькая такая. И на самом деле мне, например, очень важно само пространство. Я жила три года в Париже, когда еще работала моделью. И в Париже самые важные галереи, которые продают и Пикассо, и Шагало, они очень маленькие. У них нет этих огромных площадей. Ну, сами здания в Париже они, в принципе, на первом даже маленькие. Ну, конечно, да, там все такое крошечное. Да, но при этом они супер такие устойчивые, да, на рынке. Уже много лет работают. И, конечно же, я когда поняла, что я хочу связать свою жизнь с миром искусства и открыть галерею, я в общем-то нашла помещение идеальное, на мой взгляд. И вот так открылась с Кири Галери в центре Москвы на Поварской маленькая, да, удаленькая галерея. Ну, да, ну, очень красиво, все мило. Понятно, что все, да все, конечно, зависит именно от хозяйки, именно от себя. И это чувствуется, конечно, даже вот в этом коротеньком видео. Команда, там еще команда, честно говоря. Сколько на сегодняшний день, кстати, в твоей команде? В общей сложности всех людей, которые задействованы в галерее 15 человек. 15 человек, но тем не менее, это у каждого тоже свои характеры, это у каждого свои взгляды. И это прекрасно. И какие-то... Ты знаешь, это прекрасно, потому что каждый человек приносит что-то новое в общее состояние галереи и работает над ее развитием. Именно поэтому мы как-то этими семимильными шагами развиваемся, потому что вот буквально, опять же, за последние три дня я получила столько комментариев с космоску, что это невероятно, что за три с половиной года вы умудрились занять вот эту вот прямо точку на модную, уверенную позицию и стать одной из самых важных галерей в России. И плюс мы же еще участвуем в большом количестве международных ярмарок. Да, давай о них тоже поговорим. Это действительно большое количество и уже прям много и много стран задействованы, в том числе и... Если говорить про Скоп, а это... Это в Нью-Йорке. Это в Нью-Йорке. Скоп вообще ярмарка сателлит, она идет параллельно Артбазелю, то есть изначально это Базель, дальше это Скоп параллельно с Артбазелем в Майами, и в Нью-Йорке они уже самостоятельно делают. Мы в этом году весной участвовали в Скоп Нью-Йорк, в декабре едем участвовать в Скоп Майами в рамках Артбазеля. И, конечно же, очень переживаю, потому что везем показывать работы Даниэля Зак и Павла Полянского, русского художника, тоже одного из художников Айдана Салахова. И тут видно ее влияние на меня, в том числе, потому что я безоговорочно верю ее вкусу. Кстати, Павла Полянского у нас выставка открывается... 20 сентября, запоминаете, друзья. Как приятно разговаривать не только с красивой, но и с профессиональной. Спасибо тебе большое, Полина, взаимно. Ну, расскажи, я так понимаю, что как раз выставку Павла Полянского можно посетить абсолютно любому желающему. Да, нам в принципе в галерею может попасть любой человек. Единственное, у нас есть просьба предварительно звонить, потому что пространство не очень большое, и мы бы хотели персонально уделить каждому внимание, поэтому, да, у нас просто по предварительной записи. А сейчас, до 15 сентября, проходит как раз выставка Даниэля Зак. Да, да, поэтому все работы, которые были на Космоску, и кто-то не успел посетить ярмарку из-за дня города, потому что Москва была перекрыта, действительно, очень многие мне писали в Инстаграм, спасибо, что вы это осветили, потому что сториз я в большом количестве публиковала, и многие не попали из-за того, что центр города был перекрыт. Теперь центр города открыт, галерея у нас на Поварской, поэтому посетить можно. Да, только заранее позвоните, предупредите. Ну что, давайте посмотрим наш специальный репортаж из Нью-Йорка Полины Аскери Белоцерковская. Привет, с вами Полина Аскери, и сегодня мы находимся в Нью-Йорке, в Метрополитен Павильон, где происходит ярмарка современного искусства Скоуп Нью-Йорк. Аскери Галери участвует в этой ярмарке, и мы привезли нескольких художников, но об этом позже. Я хотела вам рассказать о том, что происходит во время международных ярмарок, как происходит отбор художников, как и что нужно покупать, если вы являетесь начинающим коллекционером, и почему это очень важно для галереи участвовать в международных ярмарках. Ну что ж, друзья, добро пожаловать на стенд Аскери Галери на Скоуп Нью-Йорк. И сейчас я вам расскажу, почему у нас находятся именно эти художники, как происходил отбор, и как идут продажи. Итак, у нас на стенде представлены работы двух художников. Русский художник – это Павел Полянский, один из моих любимцев просто, и американский художник Питер Абхайм со своими абсолютно необыкновенными существами. Когда мы руководствуемся при выборе художников, у нас на наше решение повлияло несколько идей. Поскольку мы впервые выходим на американский рынок, для нас очень важно с одной стороны представить свою страну в первую очередь, и с другой стороны важно дать возможность с американскому зрителю почувствовать, что мир искусства – он единый. Поэтому мы выбрали одного американского художника, выбрали одного российского художника. Это все реалистичная живопись. В случае, когда мы говорим о Павле Полянском, здесь все довольно более-менее очевидно, что мы видим какие-то реалистичные сюжеты. В случае с Питером Абхаймом, конечно, очень важно всегда иметь в виду, что изначально художник создает некоторые прототипы, маленькие скульптуры из полимерной глины, которые после этого переносят на холст. Поэтому в данном случае, конечно же, работа Питера Абхайма – это тоже своего рода реалистичная живопись. Ну и не случайно мы подбирали, конечно, работы, чтобы они хорошо смотрели вместе по цвету. Мне она очень нравится тем, что мы возили ее уже на несколько ярмарок, таких как Арт Шанхай Аце. И мы участвовали в Космоску в прошлом году с этой работой. Мы умышленно ее не продавали весь прошлый год, потому что мне было очень важно показать работу в нескольких странах и максимально ее засветить. Кураторское мнение команды «Скоп» совпало с нашим видением этой работы, поскольку именно ее они выбрали на заглавную заставку. Если вы посмотрите, когда вы входите в помещение, ее прямо издалека в самом конце туннеля, а американцы очень любят само строение городов здесь, все время это прямые линии, вот в конце прямой линии ярмарки. Вот эти ребята. Очень много участвуют в ярмарке международных галерей абсолютно со всего мира. Смотрите, Панама-Сити Гавана. Кстати, я в Гаване недавно была, и это действительно активно работать в Гаване, мне кажется, очень трудно, поэтому молодцы ребята. Керамика нынче абсолютно в моде, ее ставят практически во все самые модные апартаменты, дома, и это прям крутая история. Из тех работ, которые мне понравились, которые действительно интересны, пожалуй, это вот этот вот стенд галереи из Монреаля и художница Мисс Ми, по-моему, ее зовут. Вот. Я просто прям понимаю, что большая часть этих работ уже продана, везде вы видите красные маленькие точки. Друзья, продолжается программа «Лучшая в стране» на телерадиоканале «Страна.фм». Полина Аскери-Белоцерковская. Полин, спасибо тебе большое за это видео чудесное. Мы будем ждать теперь твоих сюжетов из разных стран, с разных яморок. Тем более, ты рассказала, что впереди огромное количество у Аскери Галери интересных таких международных проектов, волнительных. И я пожелаю удачи. Вам пусть обязательно все сложится очень-очень хорошо. Полин, ты мне расскажи, пожалуйста, как же так все-таки получилось, что ты решил для себя, что все, галерея современного искусства непременно должна у тебя появиться. Ну, потому что ты очень успешная топ-модель, работающая не только здесь, в нашей стране, но и за рубежом с самыми крутейшими брендами. Ты и телеведущая, которая брала интервью огромного количества известных людей только в нашей стране. И большое количество ведущих могут только мечтать, наверное, о таких гостях, студии, о таких интересных людях. И, в общем-то, наверное, гораздо, мне кажется, было бы понятнее, если бы, скажем, Полина Аскериев вдруг открыла свою линейку одежды какую-нибудь, может быть, не знаю, может быть, это была бы косметическая линейка, ну, салоны красоты, ну, вот что-то, что-то, что-то туда, да. Искусство это тоже красота, это красота нашей жизни, то, что нас окружает, посмотри, даже ваша студия, она очень стильно оформлена, современная, да, то есть, вот тебе, пожалуйста, тоже красота такая, то есть, есть красивая ведущая, есть классный интерьер, все как-то гармонично взаимодействует, поэтому я в первую очередь про красоту и гармонию в нашей жизни. Безусловно, когда я понимала, что уже достигнут какой-то предел в России в качестве модели для меня, потому что я была уже лицом практически всех брендов, была на большом количестве разных обложек, я думала, куда же идти дальше, то есть, либо телеведущий, но у меня немножко, если, может, ты слышишь, такой есть какой-то акцент, он врожденный у меня, хотя я москвичка. Полин, ты слишком серьезно относишься, ты слышишь, мы сейчас ведущих, популярных блогеров, вообще никто не заморачивается, похоже, кроме тебя. Да, да, но мне говорили о том, что есть какой-то акцент, надо с ним поработать, и в какой-то момент... Ты, может быть, хотела на канале культуры работать? Я хотела на первом канале работать, если же я... Я сразу хотела планочку взять правильную, вот, и в итоге я пошла учиться в Щуку на актерское, отучилась... Есть одно образование у тебя, реклама и маркетинг, да, правильно? Да, я магистратуру закончила, магистр. Молодец, мне нравится это, знаешь, какая-то отсылка к Гарри Поттеру, я магистр. Палочками только не хватает, шляпки. Вот, да, я пошла учиться в Щуку, думая, что потом я буду активно сниматься, продолжу сниматься в кино, и... Снималась? Снималась до Щуки, закончив Щуку, я поняла, что это абсолютно не моя история. Ты разочаровалась в актерской профессии? Нет, я просто поняла, что я не рождена для этого, и у меня не получится настолько хорошо, как, например, я не знаю, ну, давай возьмем Свету Ходченкову, да, я считаю, она одна из самых классных наших актрис современности, и я поняла, я поняла, что мне это не дано, эти, ну, как, это то, с чем рождаются, дальше, да, это колоссальный труд, обучение, но с этим нужно родиться, актрисы нужно родиться, я вообще не актриса, я не могу по Щелчку заплакать, я не могу броситься, валяться на полу, и мне это было очень тяжело, и я поняла, что это не мое, и в какой-то момент моя сестра, которая дизайнер интерьеров, безумно мудрая девочка при всей ее красоте, она сказала, слушай, вот у меня дизайн-проект, я делаю сейчас дом 2000 квадратных метров под Москвой, мне туда нужно повесить достойное искусство, я проехала вот пять галерей главных московских, половина из них работают с какими-то концептуальными художниками, которых я не могу предложить клиенту, он просто этого не поймет, вторая половина, мы договорились о примерке, они вообще забыли, что у нас примерка, я сижу с клиентом, их жду, и не получилось ничего, она говорит, какое-то вообще сплошное разочарование в мире искусства, в России для меня, давай, а ты дружишь с художниками, ты знакома с Айдан, ты дружишь с этим художником, собери, пожалуйста, мне все вместе, покажи, что можно сделать, приезжай. И так родилась галерея Art Online 24, это позже стал сайт, где можно найти большое количество разных работ молодых художников за совсем небольшие деньги, просто чтобы не покупать в Икеа, образно говоря, какую-то картинку. То, что у всех будет, а это действительно штучная, эксклюзивная какая-то работа. Да, при этом это работа молодого художника, наполненная и живая, не просто какой-то принт, хотя принт и есть. Работа, которая может через годы принести еще вам прибыль, обогатить вас может быть. Совершенно верно. Вот. И начав уже заниматься сайтом Art Online 24, я поняла, что это здорово, но я значительно больше, чем просто дилер. Мне не нравится, просто взял и продал. Мне нравится строить карьеру, мне нравится заниматься художником в полном объеме. И так появилась Аскери Галлори. И вот уже три с половиной года я занимаюсь этим проектом и понимаю, что я буду заниматься им всю жизнь, потому что это настолько мое, потому что мое ощущение прекрасного, внутреннее ощущение, оно не только не страдает, оно просто расцветает. Знаешь, я утром просыпаюсь, вот я сегодня там четыре часа всего спала после демонтажа ярмарки, но я просыпаюсь утром, и я прям чувствую, как у меня там цветочек распускается внутри. Я говорю, так, сегодня новый день, сегодня у меня там, 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 вот эти вот эти дела, сегодня у меня встреча с художником, сегодня у меня интервью с вами. И это все, знаешь, как раз наполняет, наполняет. И я понимаю, что у меня столько энергии, у меня столько сил, и я могу с другими людьми этим делиться моим видением прекрасного. И кому-то это нравится. Когда ты еще в 13 лет публиковалась в различных там газетах, в каких-то изданиях, когда ты потом в сфере кино работала, когда ты достигла большой, невероятной популярности, успеха в модельной индустрии, и далее телеведущая. И вот сейчас галерист, коллекционер современного искусства. Правильно я поняла из твоих слов, что вот именно сейчас тебе как никогда комфортно, не знаю, гармонично, на душе светло и радостно. Или у каждого периода так или иначе в твоей жизни были свои плюсы и приятные моменты? Безусловно. Ты знаешь, каждый год моей жизни он абсолютно наполненный, насыщенный. Вот если мне кто-то сейчас сказал, есть машина времени, ну, абсурд, но окей, допустим, вернемся, что ты исправишь. Я ничего бы не меняла в твоей жизни. Каждый период он дал мне какой-то опыт, знания и большое количество энергии. То есть, когда я была журналистом, я общалась с... Да мы до сих пор дружим, например, в 15 лет я была перед директором певицы Саша. Мы до сих пор с ней дружим. Да, работала в команде из Иншписа и мне сейчас 34. Это даже трудно представить, сколько лет мы уже с Сашей дружим. Она приходит сейчас ко мне в галерею и говорит, Полина, ты такая молодец. Какого же я пиарщика потеряла? Она уехала жить в Америку в тот момент. Штаты как раз, да. В тот момент, поэтому это мы скорее потеряли такую яркую огненную крошку в ее лице. Поэтому, безусловно, каждый период он был полон своих каких-то ярких впечатлений, опыта и все, оно просто развивалось. Может быть, в будущем со мной случится что-нибудь еще интересное и я как-то, знаешь, например, стану мамой или я не знаю, да? Ну, это обязательно, какие-то моменты, то есть мы растем, развиваемся, развиваемся, потом раз, новая ситуация, новый какой-то статус. Это все меняется, если человек гармоничен сам с собой, он и принимает все, что с ним случается. Ну, ты, значит, допускаешь, что став мамой и, может быть, там даже двух, деток, трех, троих, троих, да, что ты, как и когда-то твоя мама, полностью завершаешь все дела, все свои высшие образования, отодвинешь и займешься семьей полностью. Нет, я не смогу, я считаю, моя мама просто герой, вот она вчера приходила на космос, три высших образования. Три высших образования, человек, который... Причем работала у тебя... Напомни, пожалуйста, где вы... Ты знаешь, она была ведущим специалистом в Каченко и Бурденко, психолог-психотерапевт, у нее была частная практика, в свое время, когда Антони Менгетти приезжал в Россию, она была одной из его лучших учениц и, в принципе, хорошим близким другом. Вот. У нее, я помню, на самом деле, наверное, это благодаря маме я стала журналистом, потому что к ней часто приходили домой к нам журналисты брать интервью. И я видела, как они записывают, как они разговаривают, как мама раскрывается, рассказывает какие-то моменты. И даже потом, закончив интервью, они с ней советовались по их личной жизни, и она им помогала. Какие-то... Просто подсказывала, и потом мне даже люди говорили, которые вот ее знают много уже очень лет, что она им помогла изменить жизнь к лучшую сторону. Сейчас, спустя там 30 лет, это, знаешь, такое приятное ощущение. Но я не смогу, как мама, взять и бросить все, потому что тогда время было другое. Мама не хотела, чтобы у нас были няни. Мама хотела заниматься нашим образованием, воспитанием самостоятельно. И полностью огружила нас этой заботой, вниманием. А я думаю, что, конечно же, у меня будет няня для моих детей, наверняка. И я все-таки хочу заниматься тем, чем я занимаюсь. Думаю, что ты сможешь совмещать. Совмещать буду точно. У нас снова пауза небольшая музыкальная. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. У нас в гостях Полина Аскеребело-Церковская, галерист, коллекционер современного искусства. Полина, я хочу с тобой поговорить естественно о галерее и еще немножко вот о чем. На сегодняшний день те художники и скульпторы, которые представлены у тебя в галерее, с которыми ты сотрудничаешь, я вижу, что они все тебе близки по духу. Ну, за исключением тем двоих, с которыми ты будешь расставаться. Можно ли сказать, что это те вот самые художники, которые на ближайшие, наверное, пять лет останутся с вами и с другими, ни с кем сотрудничать вы не будете? Или все-таки для тебя есть на такие еще любимчики мирового уровня, которых ты все равно рассматриваешь? Ну, хорошо, они сейчас, но вот когда галерея будет пять лет, он придет, прибежит сам и никуда не денется. Безусловно. Есть такие художники, мировые художники, которых я хотела бы привезти в Россию, показать российскому зрителю их работы, познакомить публику с ними. И действительно, ты абсолютно права, я решила никому из художников сама больше не писать, потому что даже, например, вот Кван Йон Чан, всемирно известный художник, чьи работы вы можете найти в коллекции лучших музеев мира, например, в Нью-Йорке, в Бруклинском музее, его персональная выставка только закончилась. Это было впервые в истории всего музея, когда они сделали персональную выставку, отдали весь второй этаж под азиатского художника. Он просто звезда мировая, то есть любую ярмарку вы посещаете, я не знаю, Базель, Фриз в Лондоне, Тефаф, везде есть его работы, да. А в какой-то момент, когда как раз мы находились, участвую в Скопо в Нью-Йорке, я пошла на его, на открытие его выставки в Бруклинском музее, и они мне сами написали, сначала в Инстаграм, со словами, вы по-прежнему любите работу этого художника. Так. Его сын мне написал, я говорю, да, мне очень близко его, близко его видение мира, и мне нравится его работа, я уже много лет за ним слежу, вот, ну, как бы, да. Мне говорят, мы бы хотели с вами работать, мы, нам интересна Россия, но мы видим в вас большой потенциал, именно в вашей галерее. Я говорю, послушайте, у нас есть значительно более известная галерея. Они говорят, нет, мы видим в вас потенциал, мы хотим. Но вот почему? Почему? Как? Мне кажется, он очень красивый галерист, очень красивый галерист, прежде всего. Да, наверное. Невероятно умница. Нет, они сказали, что они наблюдали за мной последние два года, и в том числе, ну, понятно, началось все это с Инстаграма, а дальше они наблюдали, и то, как о нас отзываются главные критики мировые. А я, например, дружу с Симоном Дюпюри, Симон один из главных людей в мире искусства, он один из самых известных аукционеров, человек, который ведет аукционы, вот этот с молотком стоящий, такой один-два продано. Вот. Это Симон Дюпюри, мой давний друг. Он мне подсказывает, периодически наставляет, дает какие-то мудрые советы. Я к нему, безусловно, прислушиваюсь. И есть иное количество кураторов мировых, которые тоже как-то периодически советуют. Меня уже любят несколько международных больших галерей, принимают и даже зовут, периодически на свои открытия и просят там поучаствовать с какими-то идеями. Вот. И я думаю, что художники это видят, мировые художники это видят. И поэтому я буду ждать, пока те художники, которых я выбрала, сами придут. Я уже с ними общаюсь очень активно, могу даже назвать пару имен. Да, конечно. Например, мне нравятся работы супермодного и популярного сейчас с молодежного художника Кавс. Это Брайан. Он живет в Нью-Йорке. И, конечно же, ну, ты наверняка видел, это вот он автор этих кукол в улице Сезам. И его скульптуры, его картины есть во многих и музеях, и на ярмарках, и главное, аукционные дома публикуют все время его работы. В общем, я думаю, что рано или поздно он ко мне придет. Мы уже начали потихоньку какие-то вести обсуждения, и даже уже в галерее есть несколько его работ, которые можно купить. Вот. Но я вот жду эксклюзивного договора с ним. Получится хорошо, не получится, значит, кто-то еще. Есть пару художников, кем я восхищаюсь. Это, например, Джордж Кондо. Мне кажется, это Пикассо наших дней. И я не одинока в этом ощущении, потому что то, с какой невероятной быстротой растут цены на его картины и популярность он набирает в мировом масштабе, конечно, говорит о том, что этот гений будет и известен и у наших потомков. Вот. Поэтому популярен. Так что посмотрим, ждем. Просто немножко время должно пройти и, конечно, все случится. Мы растем. Полин, вот я уверена, что среди наших зрителей и слушателей наверняка есть такие, которые сейчас слушают нас с тобой или смотрят кому-то, как удобно и говорят, господи, я же ничего не понимаю вообще в современном искусстве. Вот для таких ребят, девчонок, женщин, мужчин, что бы ты могла посоветовать им, с чего начать? Главное, стоит ли комплексовать и бояться современного искусства? Да или нет? И с чего начать свое развитие в этом направлении? Да, бояться не стоит. Не стоит, хорошо. Ну да, скажите, я ничего не понимаю, но я решила в срочном порядке что-то познать. Безусловно, очень важна насмотренность. Соответственно, нужно ходить, не бояться ходить в музеи. Потрясающая выставка коллекции Щукина в Пушкинском музее. В Москве музеев большое количество, в других городах России их тоже достаточно много. И в каждом музее есть своя какая-то изюминка, своя коллекция, своя история. И это очень интересно. Поэтому изначально надо просто ходить в музей, смотреть, не бояться подходить к кураторам и просить, либо брать сейчас наушники, можно уже с аудиогидом пройтись, либо общаться с кураторами, задавать глупые вопросы. Потому что именно из этих глупых вопросов рождается истина. Я, например, люблю очень помочь кураторам. Если я чего-то не понимаю, я задаю прямо вот, даже я не боюсь, что это будет глупый вопрос, пусть он будет глупый, но я хочу услышать на него ответ. Потому что тогда человек раскроется и сам расскажет, да, может, он на меня посмотрит как-то не так. Ну и что, пусть посмотрит. Тем более прошла вот эта эра, знаешь, бабушек, которые сидят в музеях, и если ты там, упаси господи, чихнешь, они на тебя смотрят уже. Да, да, да. Все, нет, сейчас тебя рады видеть в музее. Да. Сейчас тебя рады видеть в музее, сейчас тебя рады в галереях, поэтому мир меняется, все стало очень активное такое. И надо обязательно читать книги. Мне, например, очень понравилось, я только закончила читать жизнеописание Пегги Гугенхайм. Музей Гараж выпустил, совместил ее две предыдущие книги в одну и сделал книгу под названием «Исповедь, одержимая искусством». Ух ты, как красиво. И это толщенная книга, но она абсолютно тонка, потому что это был дневник великой Пегги Гугенхайм, где она рассказывает, с кем она жила, с кем она встречалась, кого она любила, в кого она верила. И это же человек, который открыл, например, Джексона Поллока миру. И потом, к сожалению, мир в какой-то момент забыл, что это было ее достижение. То есть, и она пишет, такая, мне, конечно, было очень обидно в этот момент. И Поллок сам тоже забыл. Но такие художники, они иногда забывают, да, все, что ты для них делаешь. Такая у них особенность. Не только художники, я тебе хочу сказать, артисты и так далее, и тому подобное. но человеческий фактор, никто от этого не застрахован. Вот, поэтому можно найти большое количество разных книжек про искусство. Есть книга про десять, по-моему, лучших художников мировых, начинает пистолета, заканчивая Демианом Херстом, я не знаю, всемирно известным Джеффом Кунсом. Называется «Жизнеописание художников». И там просто автор рассказывает вообще, кто эти художники и почему Джефф Кунс стал делать этих балун-докс надувных, полидорованных, и почему это стоит таких бешеных денег. Тоже интересно, потому что тогда тебе не нужно будет задавать глупые вопросы, а ты уже будешь понимать, что если художник рос в такой семье, его родители изначально столько в него влили информации, водили в музей, понятно, что он будет свою жизнь видеть именно в этом музее. Поэтому, да, в первую очередь это насмотренность, вторая история это просто брать периодически какие-то книжки и читать их. Вот, ну, опять же повторюсь, в магазине, в музее-гараже очень классная литература продается. Легкая, абсолютно ненавязчивая, при этом объясняющая что и к чему. Рекомендую. Я вот смотрю на тебя и думаю, когда есть своя галерея, есть уже имя, в мире тебя знают, а почему бы взять со мной, не взять кисточку и что-то написать с кураторами, пусть, не знаю, пусть помогают, пусть ЗАК помогает, кто там еще с твоим любимчиком да-да-да, например. Помашки крутить. Ну, например, да. И аккуратненько где-нибудь тоже принять участие в ярмарке. Я думаю, что если я аккуратненько у меня не получится, я сделаю супер ярко, мощно, и это будет очень громко. Есть какие-то уже пробы пера? Да, есть. Я вообще с детства рисовала, и, к сожалению, последний раз, когда я кисти брала в руки, это было лет девять назад, до того, как я уехала в Париж, я брала уроки у одного очень известного русского художника. Его дедушки работы продаются на Сотбисе достаточно успешно. Я ходила к нему на студию несколько раз в неделю. У меня есть иное количество картин, которые я написала. Но потом я получила контракт в Париже и уехала работать туда. И как-то забросила. И уже, когда вернулась, выяснилось, что художник все мои картины, как он сказал, он их просто переехал с одной студии на другую, и они остались на старой студии, во что я, конечно, не поверила. Вот. Ну, то есть как-то и это все, знаешь, так и времени уже нет, и как-то некогда. Но, наверное, когда-нибудь я вернусь к этому занятию, потому что, ну, сестра у меня, например, в Сурьковской школе училась и прекрасно рисует и рисовала в детстве просто замечательно у нее. До сих пор у меня какие-то графики ее есть, и это очень классная история. Но я не уверена, что я это сделаю именно как объявлю себя миру как художница, но для какого-то успокоения, потому что, знаешь, да, что очень многие психологи, психотерапевты, когда у человека какое-то расстройство, тяжелый период в жизни, если кто-то там умирает, или просто там потеря работы, и вот какая-то депрессия началась, да, очень многие психологи рекомендуют либо начать петь, либо заняться рисованием, потому что это помогает человеку освободить какую-то энергию и пройти вот этот тяжелый период, преодолеть его. Поэтому, наверное, я буду просто этим заниматься для себя когда-нибудь. Я все мечтаю, знаешь, вернуться к игре на фортепиано, потому что я в свое время в музыкальной школе училась. И вот рисование у меня, фоно и рисование, да. Да, ты еще рассказывала о том, что ты хотела бы получить третье, высшее образование. Тоже, да, что-нибудь из космоса ветости. Ну и, конечно, еще трое детей. То есть планов громадея, и, конечно, галерея, которую нужно выводить, двигать, 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 и вести, и выставки, и художников этих самых развивать. Времени нет, но планов много. Совсем-совсем немножечко про личную жизнь. Ты просто проговорила в эфире, это все послышали, что ты никак не можешь привыкнуть к приставке, к твоей фамилии Белоцерковская. Это звучит по мне очень красиво. Но тебе еще, да, как-то немножечко это все непривычно звучит. Знаешь, это непривычно. Когда именно объявляют, когда со стороны ты слышишь. Да. Я даже иногда, наоборот, когда представляюсь, я все это сокращаю, потому что мне как-то неудобно, что... Полина. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Полина. Но мой муж очень... Он очень тонкий человек, очень мудрый. И в какой-то момент, когда мы вот обсуждали уже, подали заявление в ЗАГС на регистрацию брака, и в заявлении он просто настоял, чтобы я вообще просто Белоцерковская была, я говорю, ну я не могу, у меня такая фамилия красивая, ты знаешь, и она уже... Красивая, конечно. Все меня знают, как Полина Аскери. И вот это было такое, знаешь, решение двух взрослых людей, которые сели в какой-то момент, серьезно посмотрели друг другу в глаза. И он говорит, Белоцерковская. Я говорю, ну как бы, окей, Аскери Белоцерковская, подойдет? Он, ладно, хорошо, подойдет. Это было такое, знаешь, компромисс. Вот. Но мне кажется, сейчас, когда он видит свою фамилию рядом с моей фамилией, он радуется, потому что я прям видела, как ему это важно. Он все время, когда мы в поездках ездили, и когда ему говорили мадам Белоцерковская, когда обращались ко мне, я прям вижу, что у человека спина расправляется. Да, это моя жена. И крылья. Да, и крылья эти вырастают. И я понимаю, что я не могла его лишить вот этого удовольствия, хотя я, безусловно, и фанат своей фамилии. И тут вот они очень хорошо работают. И фамилии красивые, да. То есть Аскерий, Пелоцерковская, то есть первая буква, вторая Б, и все это в едином. Все совпало. Все сложилось. Где-то мне попали строчки, ты рассказываешь о том, что Борис повлиял очень на твой стиль одежды, что он стал более сдержанный. Ну, это так или нет? Да. На самом деле, да? Да. То есть все, коротких юбок нет, я подтверждаю, действительно, юбка длинная, да. Ну, они бывают иногда, честно говоря. Они еще иногда появляются, но только когда я рядом с ним. Он очень ревнив у меня. И хочет, чтобы вся вот эта вот, видимо, красота, и вот все, что у меня есть, оно было только его. Поэтому, да, мой стиль, он немножко проработал. И периодически, когда дома я одеваюсь утром, и он заскакивает в гардеробную, так, так, вот это нет, вот это нет. Вот одень вот это платье. Ну, мы же купили с тобой такую красивую юбку. Почему она должна висеть? Да, да, да. Я говорю, окей, хорошо, дорогой. То есть, понятно, когда мужа рядом нет, он уехал в командировку куда-то, я немножко отрываюсь, да, в какое-то большее в арте направление. Ну, при этом не делаю фотографии, не выкладываю в Инстаграм, да, если я отрываюсь в плане одежды, чтобы он все равно не увидел это. Ну, знаешь, проблема в том, что куда бы я ни пошла, все равно какие-то мероприятия, кто-то что-то засветит. Даже недавно вот я ходила по ярмарке со своими вип-гостями, показывала стенды других участников, и в итоге несколько, и телеграм-каналы какие-то, и несколько людей просто в сторис выложили, отметили меня, и там человека, например, вообще нельзя показывать, он в Форбсе, в списке Форбса, и не хотел бы вообще светиться. Люди выкладывают. А по всему миру уже разлетелось это видео. Да, поэтому, ну, публичная жизнь, она такая, то есть я не могу сказать, я не звезда, я не Вера Брежнева, допустим, да, то есть на улице ко мне очень редко подбегают с просьбой дать автограф, но, ты знаешь, это есть свои плюсы, есть минусы. Но я очень благодарна мужу за то, что он так внимательно и трепетно относится к моему внешнему виду, потому что, наверное, это иногда позволяет мне попросить какую-нибудь лишнюю сумочку в подарок. Ну, конечно. Как просто чисто по-женски. Ну, так, может, юбочку, сумочку. Можно. Ну, а как тебе кажется, тебе каким-то образом удалось повлиять на Бориса? Не знаю, изменить, быть может, его. Может быть, ты его просветила как-то в современном искусстве, и теперь он больше увлечённым и внимательнее, трепетно относится к каким-то новым именам. Ты знаешь, люди, которые нас окружают, они все, безусловно, на нас влияют. Я верю в это. Да, 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 конечно. А человек, с которым ты живёшь, становится частью тебя, и мы многое принимаем в себя, и от этого человека и влияем на человека своими какими-то действиями, поступками, мироощущениями. И да, я вижу, как Борис Григорьевич изменился. Ты знаешь, когда он начал за мной ухаживать, он был таким очень серьёзным и немного потерянным. человеком. Я, в принципе, людей, у которых нет любви в сердце в определённый какой-то момент, то есть ты видишь, что они не влюблены. Я их называю потеряшками, потому что они одни в этом мире. У них может быть большое количество друзей, у них может быть суперуспешный бизнес, они могут быть суперизвестными, но при этом у них нет рядом человека, который любит их, поддерживает, и они не влюблены. И вот этого огня нет в глазах, и это видно сразу. И вот в своём муже сейчас каждый день я вижу этот свет в глазах, эту наполненность и это счастье, когда он вскакивает с утра, обнимая меня и говорит, что он меня любит, взамен получает это. То есть у нас утро начинается с совместных обнимашек. Ну это идеальное утро. Да, для меня это очень важно, мы очень тактильные человека, мы друг друга обнимаем, и я вижу счастье в его глазах. Мы вечером, он приезжает ко мне в галерею, забирает меня с работы, и я вижу, он счастлив. И это самое главное изменение в жизни человека, на мой взгляд, потому что внешний вид, он может меняться миллион раз. Хоть каждый день, конечно. Да, хоть каждый день. То есть какие-то эти кофты кашемировые, или ещё что-то, да, то есть... А там, я, например, кроссовки не люблю, когда он надевает, мне кажется, это очень слишком какой-то расслабленный вид. Но при этом вот это вот состояние счастья, которое в человеке появилось, для меня это самое важное. Я считаю, что чем больше я смогу дать ему этой любви, чем больше я смогу его наполнить ею, тем дольше он у меня будет жить, тем счастливее он будет жить, и тем лучше будет наша совместная жизнь. Полина, чудесные такие слова. Я смотрю на тебя и думаю, понятно, и личная жизнь, и муж. Нужно столько давать ему внимание, любви и заботы, и света и радости. Галерея твоё очень красивое, большое, такое благородное дело. И 12 художников, да, которые... Каждый из которых, в общем-то, тоже на определённом этапе становится практически членом твоей семьи, потому что ты вынуждена огромное количество времени проводить с его картинами, с его биографией, и со всем, со всем, со всем. Это и родители, и твои подруги, и ко всем тебе вот это невероятное количество энергии, и очень светло. Я получаю от них, знаешь, я получаю от них. Вот даже мы с тобой сейчас беседуем, я вижу, насколько ты наполненный человек, насколько ты интересующийся человек, потому что подготовиться так к интервью, и изучить действительно всю биографию, и ты знаешь, это вот огромная тебе благодарность за это. Полин, поскольку это звучит из уст, да, телеведущий и интервьюеры, это, конечно, действительно похвала. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Полин, значит, мы, друзья мои, о чём договариваемся, что до 15 сентября в Аскари Гэллери мы смотрим на выставку, посещаем и смотрим выставку Заха Даниэля. Да. А с 20 сентября мы идём на... Павла Полянского. На Павла Полянского. Я предлагаю вот с этого начать знакомство с современным искусством. Совершенно верно. А у тех, кто, ну, к сожалению, в силу разных на то причин, ну, как-то не доходили руки у них, начать я предлагаю именно с твоей галереи, Полин. С удовольствием. Я знаю, что мы не пожалеем абсолютно точно. Спасибо тебе за нашу встречу. Спасибо. Я искренне желаю успехов. Пусть всё исполнится. И мы, правда, гордиться будем и уже гордимся. Глядя на твои успехи колоссальные. Всегда рада. Надо почаще нам приходить. С удовольствием приходите и в гости. Я к вам с удовольствием. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы всегда публикуем какие-то новости и рассказываем о том, что происходит в жизни и о Скерри Галере, и в моей личной жизни. Поэтому с удовольствием поделюсь всем. Приходите в гости тоже. Полина, скорее, Белоцерковская. Спасибо, Полина, огромное. Спасибо и вам, друзья.